Пережив своего сына на 15 лет, Дева Мария провела эти годы в посте и молитве. Уже после смерти и погребения за вечерней трапезой Богородица явилась апостолом в окружении ангелов, сказав «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни». В Наринмаре праздник Успения ознаменовал начало строительства Духовно-просветительского центра и собора. Служители Богоявленского храма и прихожане совершили крестный ход к месту его будущего расположения. Сопровождала их и наша съемочная группа. Праздник Успения Богородицы считается одним из 12 великих церковных событий и предваряется строгим успенским постом. На праздничную службу собрались прихожане Богоявленского храма Наринмара. У них еще один праздник. Им предстоит молитва и положить начало строительству Духовно-просветительского центра. 28 февраля этого года в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла с участниками патриаршего проекта «Русская Арктика». Именно тогда архитектор Иван Поляков представил проект «Арктический собор», которым с благословения епископа Наринмарского и Мизенского Иакова занимается уже больше года, и в рамках которого планируется строительство Духовно-просветительского центра и Кафедрального собора Наринмарской епархии. На службе простые жители Нинецкого округа – женщины, мужчины, родители с детьми, люди высокого возраста. Молитвами верующих начинается созидание долгожданного Арктического собора. «Словес, потому что лучшим словом и лучшей проповедью будет наша молитва, которая пойдет даже за пределы храм. Мы сейчас крестным ходом пойдем на то место, где начинается строительство, и совершим молебствие, усердно молясь Богу, чтобы это воистину доброе и такое нужное дело для всех нас, даже для всех тех, кто еще далеки от Церкви, кто еще не знает, не ощутил, не понял всеобъемлющую благодать Божию, чтобы они причастились и восприяли причастность к этому великому Дету. Дай Бог, чтобы так было, дай Бог, чтобы Русь наша утверждалась в вере и благочестии. Торжественное шествие с крестами, иконами и хоругвами к месту будущего собора сопровождается звоном колоколов и пением верующих. Чин освящения места существует еще с ветхозаветных времен. Это первая важная веха, которая будет записана в летопись будущего собора. Успенский кафедральный собор будет построен из современных материалов. Новые технологии в нем будут сочетаться с русскими традициями. Собор превысит как в размерах, так и по высоте Богоявленский храм, обеспечит оптимальную вместимость и станет частью соборной площади. Площадь объединит всю полноту государственной и духовной власти, придаст завершенность Центру Наринмара. В состав комплекса духовно-просветительского центра войдут воскресная школа, школа-юнг, конференц-зал, выставочный зал, библиотека, трапезная. Строительство музея Русской Арктики станет первым этапом работ. Будет снесено старое здание больницы, возможно, перенесена остановка общественного транспорта. Активное содействие проекту оказывает и архитектурный отдел города. Собор в любом городе является его центром, его вертикалью, его духовной истиной. Любой город, мне кажется, наш город еще юный, потому что в нем еще не дозрели до такого собора. Я думаю, что это обязательно должно быть, и в любом случае это украсит город. Предстоит еще много работы. Весь комплекс по плану появится через три с лишним года. Но главное – положить начало. Такие события объединяют, сплачивают приход. Теперь жители Наринмара будут ждать первой службы в новом Арктическом соборе.